Гетмовис А кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Кофеварка Дим Димыч, привет! Собрался в школу? Ага, а ты? А я сегодня Масе помогаю Еще трое пациентов? Ну когда же я это все успею? Мне новое оборудование получать и еще занятия по обмену опытом проводить Ну ладно, что-нибудь придумаю Доброе лучше! У кого доброе? А у кого сегодня дел выше крыши? Так, сегодня меня спасет только чашка кофе Ну вот, не хватало еще и опоздать Кофеварка начала самоочистку Нужно подождать Ну давай уже, ну! Ты будешь работать или нет? Бедная кофеварочка Бедная мама Дим Димыча Работай! Включайся же ты! Да что же за день такой сегодня? Мам, ну ты чего? Давай я попробую Все, не могу больше Надо помочь! Надеюсь, там ничего не сломалось Отвлеки маму! Мы все наладим! Мам, а если кофеварка прямо сейчас заработает, то твой день будет спасен? Угу Раньше кофеварки только греяли воду и пропускали ее сквозь молотые кофейные зерна Устройства нового поколения чаще называют кофемашинами Они умеют намного больше Даже чистят сами себя от накипи А еще варят кофе нужной крепости Добавляют молоко и сахар И главное Измельчают зерна прямо перед заваркой Нажмешь кнопку И свежий кофе готов А запах Главное обращаться с кофеваркой по-доброму Тогда она постоит и сама заработает Не говори ерунду Сначала перезагрузим Симка, разомкни и замкни тот контакт Угу Ну вот! А я что говорил? Кофеварка не живая Это просто железяка Тогда почему ты ее ударила? А вот если ее погладить Она заурчит Слышишь? Ей нравится Кофеварка, подмигни, когда будешь готова Сигнал на дисплей Угу Видишь? Она отвечает И правда, как живая Ну, кофеварка, вари Не может быть Это лишь И маленький сюрприз Только не выдай нас Не понимаю Как это? Просто правильное обращение с техникой И вот результат Волшебный вкус кофе Первыми оценили арабы Поэтому его самый известный вид Называется арабика Посельное дерево растет в разных концах света В горах, где тепло и влажно Ягоды кофе плотно-плотно усеивают ветки Правда, для приготовления напитка нужны не ягоды А только их зерна Их обжаривают и измельчают А потом добавляют горячей воды Разные народы пьют кофе по-разному Горячим или холодным С сахаром, молоком Мороженым, корицей, имбирем Даже с солью и перцем Говорят, что кофе бодрит И помогает справиться с усталостью Правда, пить его надо в меру Дим Димыч, ты просто волшебник Она поверила Удивительно Я не думала, что какая-то кофеварка Так тонко все чувствует Бедная Прости меня Это еще что? Когда с ней обращаются по-человечески Она даже Даже Спеть может Ах, мой милый Августин 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 А слышится же такое Ты меня совсем заколдовал Дим Димыч Я пойду Августин Ах, мой милый Августин Ты чего запела? Извини, увлеклась Да Я тоже А спой еще раз песенку Ах, мой милый Августин 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 Ах, мой милый Августин Все прошло, прошло Срочно включи камеру Это я, Симка Так я и знала Молик Ты почему не в школе? А что, пора? Давно пора Лечу Симка, а это и есть Ваша школа? Вообще-то Это лаборатория Профессора Чудакова А в ней наша школа А там кто? Сам профессор? Где? Ну ты да, Юрий Димыч Это же манипулятор Чего? Ну, такая Слежная рука Ух ты А покажи, что там у вас Еще есть Как же я покажу? По видеосвязи Компьютеры и планшеты Умеют связываться между собой По интернету Поэтому через них Можно разговаривать С другим человеком Как по телефону А если в компьютере Есть видеокамера То он может передать Через интернет Не только твой голос Но также изображение Это называется Видеосвязь С ее помощью Можно и слышать друга И видеть его И показывать ему Все, что видишь сам Ладно, смотри Вот здесь у нас Химические приборы А здесь Видал, Дим Димыч Я уже тут Ого Быстро долетел Ну я тут отойди Ты лабораторию заслоняешь Ничего я не заслоняю Мне не мешать Не уйду Дим Димыч Что это ты смотришь? Я? Превратимся в Индии Можно? Он нас заметил Я смотрю мультик Про смешных человечков Я тоже хочу Да этот мультик неинтересный Я его уже видел Вот этот Синенький человечек Сейчас будет прыгать Он что, издевается? Прыгай давай Ты мультик А эта рыжая девочка Будет петь И танцевать Действительно смешные Они еще быстрее могут Ну ладно Не буду мешать Все, отдыхайте Папа ушел Ну, Дим Димыч А чего это вы тут делаете, а? Да Кино смотрим А почему на моем компьютере? Извините, профессор Простите, Дени Евгеньевич Хорошее это хоть кино Ага Очень смешное Правда? Да Вот этот мальчик Он так смешно руками размахивает И кукарекает Кукареку! А сейчас он еще будет бумагу есть Я же не могу все сразу Так-так-так-так-так-так Кино говорите, да? Людям всегда было интересно увидеть Что происходит там, где их нет И они придумали, как передавать изображение на расстоянии Сейчас, не выходя из дома Можно посмотреть, что происходит на соседней улице Или вообще на другом конце земли С помощью видеосвязи врачи помогают коллегам делать сложные операции Учителя проводят видеоуроки А ученые Видеоконференции По видео можно попасть на спектакль в другой стране Даже находясь в космосе Человек может почувствовать себя как дома И просто поволтать с друзьями Да что в космосе! Уже почти в каждом планшете и телефоне Есть видеосвязь Это наш друг, Дим Димыч! Очень приятно А я профессор чудаков Так вы, значит, тоже друг Фиксика? Да Но это секрет Ну что ж, рад познакомиться Друг моих друзей Мой друг Камень Дим Димыч вернулся! Ура! Ну как там в походе? Супер! Смотрите, что я привез! Камни? Не совсем Ой, это венчик? Какой-то он странный Просто окаменел Миллионы лет назад Но венчики-то изобрели совсем недавно Ну он древний И науки пока неизвестны А если это не просто винтик? Ты хочешь сказать, что перед нами Фиксик! Фиксики считают, что их предки появились не так давно Когда люди-мастера стали придумывать сложные механизмы А вдруг все было не так? Может, миллионы лет назад Еще до динозавров на земле жили совсем другие фиксики Люди тогда тоже были Фиксики от них не скрывались Они дружили с ними И во всем помогали Они вместе изобретали устройства Строили здания Совершали открытия А потом Случилась какая-то страшная катастрофа И все пропало Ну что, если ученые когда-нибудь Отыщут следы этой цивилизации И древние фиксики тоже найдутся? Вот будет здорово! Ой, что-то я размечталась Точно! Это наш прапрадедус! Или прапрабася! Вот бы его оживить! Только как? Вкрутим куда-нибудь Вы же от электричества заряжаетесь Идея! А вдруг наш прапра Испугается современного мира? Создадим ему привычную обстановку! Приступаем к оживлению! А ты идем делать? Замаскируйся! Замаскируйся! Так мы его сломаем! Надо по-другому! Разряд маловат! Тогда же электричества не было! Так он точно не оживет! О, наш великий прапрародий Кричатчик нам сквозь моряков Истолчины известняков! Оживи! Как сложно с этими предками! Просыпайся! Что если... Бесполезно! Мы все перепробовали! А давайте споем песенку! Нашу! Нолик! Ничего не выйдет! Давай! Последняя попытка! Винтик! 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 Винтика! В мире все давно сломалось! Без него, без Винтика! Он шевелится! Не может быть! Я видел! Винтик! Винтик! Вроде малый! Но возьмите Винтик! Дим Димыч! Привет! Как поход? Эээ... Видимо, удался! Да! О, какая находка! Знаешь, что это? Ну, камень? Нет! Это морская лилия! Цветок? Морское животное! Его стебель похож на растения, правда? На земле очень много камней! Одни прячутся в ее недрах, другие появляются вместе с лавой вулканом! А помните сказки, где злые колдунни превращали все живое в камень? Такое было и на самом деле! Ноги с макеей! Некоторые древние животные растения когда-то окаменели и в таком виде сохранились до нашего урая! Благодаря им мы можем узнать, какой была жизнь на земле миллионы лет назад! А вот чертов палец! Предок кальмара! Откуда ты все это знаешь? Я тоже раньше собирал камни! Пойдем, покажу свою коллекцию! А у нас в роду морских лилий не было? Жаль! И как я сразу не догадалась! Не было никаких древних фиксиков! Эх! А я все равно в них верю! Просто не нашелся правильный камень! Но он обязательно найдется! Инструкция Хм, не идут! Попробуй наоборот вставить! А вы инструкцию читали? Инструкции? Это для отчаянников! Без инструкции обойдемся! Ну-ну! Что ж такое? Ой! Моя батарейка! Инструкции дают нам полезные советы! Инструкция к шкафу советует, как его правильно собрать! Из инструкции к телевизору можно узнать, как настраиваются программы! На коробке с кашей написано, как ее нужно варить! А к лекарству прилагается инструкция, в каких случаях и каким способом его следует принимать! Читайте инструкции, и вы избежите многих неприятностей! А что, вот она! Вот тебе, Дим Димыч! Ого! Новый стул! Только его еще надо собрать! Боюсь, сам ты не справишься! Почему это? Еще как справлюсь! Соберешь до обеда? С меня мороженое! Эскимо! Два! Сперва собери! Дим Димыч! А можно я тоже буду стул собирать? Можно! Сначала инструкцию почитайте! Ну-ка, Симка, зануда! Стоя, сто лет не видел! Заберем без твоей инструкции! Заберем без твоей инструкции! Стоять! Уверх! Центрель юрия! Уверх! 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 Ну что, Дим Димыч, собрал? Мама говорит, обед готов Еще, еще две минуты Симка, помоги Чем? Скажи, что там в инструкции написано? А, про инструкцию вспомню Ладно, помогу Значит так Бери эту деталь и вон ту А ты, Малик, тащи винт Да не, не этот, подлиннее Первые табуреты и скамейки Появились еще в Древнем Египте Табурет фараона был особым, со спинкой Считается, что именно трон фараона стал первым стулом Долгое время стул был предметом роскоши Богатые вельможи даже в гости ходили с собственными стульями И чем важнее был господин, тем выше была спинка его стула Только в девятнадцатом веке стул пришел в каждый дом Каких только стульев не делают в наши дни И из дерева, и из пластика, и из металла И на ножках, и на колесиках, и складные, и детские И еще всякие самые разные Ну, как бы люди сидели за столом без стульев Ух, кажется, успели Докручивай быстрее Нолик, нужен еще винт О, больше нет Ищи давай Я уж все обыскал Дим, Димыч, я иду Нолик, выручай Как? Стань винтиком На минутку Ну, я с Лизойкой на минутку Готово Собрал Ну, молодец Мам, я выиграл мороженое Представляешь, сам собрал стул Умница Вот, посиди Так, ты не вкрутил один винт Да я вкрутил Он просто, это... Что просто? Да вот же он Теперь не вывинтится А мороженое ты проспорил Ну что, мастер-ломастер Обедать? Да, я сейчас Где этот Нолик? Сбежал Предатель И вовсе нет Ты его просил побыть винтиком всего минутку Минутка прошла И где он теперь? Вон Изучает инструкцию к часам Слышь, Димыч Мы, оказывается, в часы не ту батарейку засовывали Тут нужна во какая Я же говорила Не хочешь быть чайником? Читай инструкции Контакт У мамы сейчас прямой эфир Ого! И меня покажут Дети, я в ремонт Десять минут до эфира А в наушниках звук пропал И почему техника сама не чинится? Может, я посмотрю? А ты разбираешься? Найти неполадку Выяснить причину Исправить Сто тысяч, тыдыщ И все работает! Ладно, можно и без тыдыщей А инструменты там Готово! А где поломка была? Что говорить-то? Скажи, контакты засорились Ага Всегда пожалуйста Знаете, такое выражение Есть контакт Когда вилку прибора вставляет в розетку Или штеггер наушников В разъем телефона Их зажимает между пластинами Место, где они соприкасаются Называется контактом Контакт установлен Ток бежит по проводам И техника работает Как надо Но если между двумя деталями Попадет мусор Или образуется ржавчина Ток не потечет И контакта не будет Раз-раз Меня слышно? Лучше, чем раньше Дим Димыч, ты меня спас Пустяки Контакт всего лишь почистил Тут-то что не так? Дайте-ка посмотрю Сейчас сделаю Тоже контакт? Ха, да я мастер Скорее, хвостун Я для всех стараюсь Или хочешь, чтобы эфир сорвался? Спасибо, фиксики Катя, и ты молчала? У Дим Димыча золотые руки Это еще что? Я дома все перечинил Ноутбук, посудомойку Помогатор Помогатор Что за день такой? Не работает? Дим Димыч разберется Но электрические приборы Детям не игрушка Так он с выключенным справится Я при вас не могу Я стесняюсь Ладно, у нас пять минут Без меня не включайте Ты что наделала? Зови теперь фиксиков Что на этот раз? О, вы вовремя Почините Не-а Ты мастер? Ты чини Я же не умею А ты скажи Сто тысяч тыдыщ И все само починится Ну помогите, пожалуйста Я не буду хвастаться Ладно Поставь крышку ровно Ну вот Теперь есть контакт И все Во многих умных приборах Есть защита от детей И рассеянных взрослых Клавельник пищит Если дверца закрыта неплохо Стиральные машины Чайники-утюги Сами отключаются Когда работа закончена Соковыжималка Мультиварка Или кухонный комбайн Просто не будут работать С плохо закрытой крышкой Да что там Современные автомобили Умеют тормозить В случае опасности Очень удобно, правда? Но целиком надеяться на технику Все-таки не стоит Да и фиксики Иногда могут запоздать с помощью Поэтому, пожалуйста Не оставляйте приборы Надолго без присмотра И берегите их от поломок Всем пока До встречи Дим Димыч, огромное спасибо Ты очень помог Да это не совсем я А кто же? Ему опытные мастера подсказали А вот оно что Ой, а дашь их контакты Мне бы пылесос посмотреть Пошли! Нам еще пылесос чинить Фотоаппарат Фотоаппарат Остановись Мгновенье Ты прекрасна Ой, ты только лифту это не говори Пока Гляди, Нолик Классно? А тебя ругать не будут? За что? Мне папа сам разрешил пощелкать его фотоаппаратом Нет, я про снимок Может, папе и маме неприятно, что ты их из-за угла сфотографировал Зато какой снимок? Ну, ты, Дим Димыч, просто папарацци какой-то Папарацци? Это кто по миллиону за один снимок зарабатывают? Ну да И кому плевать на всех Кроме своих фотоаппараций Знаете, как работает фотоаппарат? Вот вы снимаете, например, картину природы Светок нее попадает внутрь фотоаппарата Через его стеклянный глаз – объектив При этом большая внешняя картина превращается в маленькую внутреннюю картинку Эту картинку фотоаппарат записывает на матрицу Специальное электронное устройство, чувствительное к свету Щелк – и получается снимок Отличная идея! Решено! Я буду папарацци Эй, ты же обещал! Что? Нас нельзя снимать! Вы же секрет! Да ладно, я потом сотру Дим Димыч, прекрати! Все равно я вас сфоткаю Малик, бежим! Ну, держитесь у меня Кусачка! Ага, попались! Сенсация! Монстры и жертвы! Эй, Димыч! Помоги! Он не поможет! Он папарацци Есть! Поймал! Это мой лучший кадр! Что тут за шум? Круто! Первые фотоаппараты придумали почти 200 лет назад Они работали очень медленно Ради одного портрета нужно было сидеть неподвижно целый час Потом изобрели фотоплёнку С ней уже можно было делать десяток снимков за минуту На плёнке всё получалось шиворот на выборот Чёрное белым, а белое чёрным Только когда с плёнки изображение приносили на бумагу Оно становилось нормальным Теперь снимают, ну, цифровые камеры В них плёнки нет Отснятую картинку можно сразу посмотреть на экране Не понравилось? Удаляй и делай заново Да сейчас уже почти все мобильные телефоны умеют фотографировать Синька, Нолик, вы где? Эй, не обижайтесь! Я больше не буду вас фотографировать Выходите! Мы же друзья! Твоих друзей чуть собака не съела Простите меня! Хотите, фотки покажу? Ха, ну-ну, покажи Приближаем И здесь нас нет И здесь Эх ты, папарацци Погодите! На последнем кадре вы точно есть! Я же помню! Вот! Приближаем Как это? Не может быть! Может Когда вы успели в винтике превратиться? А пока ты кнопку нажимал Мы от страху Знаешь, как быстро превращаемся? Ну что, съел? Папарацци Вы слыхали, братцы? Дедимыч, папарацци! А можно? Меня так больше не обзывать Можно! Если ты все эти фотки удалишь Ладно, удалю А эту тоже удалять? А эту, пожалуй, можно оставить Она мне нравится Фиксифон Дедимыч! Угадай, что у нас есть! Лучше вы угадайте! Банан? Машенька? Шоколадка? Пистолетик? Ха! Не угадал! Папа себе новый телефон купил А мне старый отдал Насовсем! Ух ты! А у вас что? Вот! Ха! Тоже телефон! Лучше! Это Фиксифон! У Папуса новый фиксифон! А старый он симки подарил! И звонить по нему можно! А как же! Дай я покажу! Папус, привет! Привет! Зачем звонишь? Эммм, да просто так Ну, Олег, не отвлекай меня по пустякам Ладно Видал? Ну, звоните, мой телефон умеет Людям-то умеет А фиксикам нет Фиксифон – это умный телефон фиксиков По нему фиксики не только звонят друг другу Но и выходят в специальный фиксиков интернет В фиксифоне есть и камера, и фонарик, и новости, и игры, и фильмы, и фиксипелки Любимые песенки фиксиков И дети рады, и взрослым хорошо Потому что фиксифон всегда может сообщить родителям, где находится их ребенок И не попал ли он в беду Не так давно у людей тоже появился умный телефон Или, как его называют, смартфон Его помощью можно и звонить, и заходить в интернет Смартфон легко заменит целый компьютер Но до фиксифона ему все-таки пока далеко Это, конечно, круто Но игры и у меня есть А такое есть Погляди-ка сюда Ну, мышка А теперь сюда Ой Его же... его же тут нет А тут есть Это еще не все Мышка помогает управлять компьютером Когда вы ее двигаете Понял? Никто фиксика не видит, а ты видишь И он тебе помогает Супер! Вот бы мне такой фиксифон Ишь, что захотел? Ты же не фиксик! Эх, жалко Пойду что-ли в школу? Расстроился? Даже телефон свой забыл Есть идея! Он звенит и гудит и поет как птица И в игрушку сыграть Телефон годится! Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Телефон годится! Телефон заменила мне Сестру и врата Он и вместо часов и фотоаппарата Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Фотоаппарата Видно пальцем вы не тем кнопку нажимали Здесь такие не живут А не туда попали Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день А не туда попали Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день Дрень-дрень целый день А не туда попали Успели! Ой, а это же... Сюрпиз! Вот это да! У меня теперь свой фиксифон! Такой же, как у вас! Ну, почти! Дим Димыч! Дим Димыч, дай-ка позвонить с твоего телефона А то я свой не могу найти Ого! Ты все здесь поменял? Где тут я? Наверное, папус Ну, Ириночка ты мне придумал Нолик, я занят! Прекрати хулиганить! Ой, кто это? Это не Нолик Кто это? Кому это я позвонил? Мужчины! А чей это телефон? О, мой нашелся! Бегу! Потом сверим номера! Ой, летит нам от папуса Дай-ка, Дим Димыч, я удалю отсюда все номера фиксиков А как же я буду вам звонить? Зачем звонить? Мы же всегда рядом! Электрочайник Четыре Ну, Дим Димыч, еще разок Давай, давай, еще чуточку Пять! Не считается, не считается! Надо до подбородка! Ох, все! Больше не могу! Слабак! Сам ты, Нолик, слабак! Просто я проволодался! Поэтому сила уменьшилась! Ты рак желудка! Вы, люди эти, вы отличаетесь от нас! Фиксиков! Некоторые думают, что фиксики питаются объедками со стола людей Или еще хуже Воруют еду из холодильника Это клевета! А проще говоря, бронье Фиксикам вообще не нужна человеческая еда Вы спросите, откуда же они берут жизненную энергию? Все очень просто! Вся жизнь фиксиков связана с приборами Фиксики не только живут в приборах Но и ухаживают за ними Продлевают им жизнь А приборы, в свою очередь, делятся с фиксиками Частью своей энергии Вот как! Фиксики помогают приборам А приборы фиксикам В науке это называется симбиоз И никаких объедков! Мы же не тараканы! Мы фиксики! Неужели ты такой большой? Или можешь себе еду приготовить? Я-то могу! Только мне плиту включать не разрешают А без плиты никак? Точно! У нас же есть овсянка! Вот! Любишь кашу? Скажешь тоже! Но родители говорят, что она силы прибавляет Класс! А как ее готовить? Надо! Просто залить хлопья кипятком А чайник меня включать можно Стой! Проверь воду! Если в чайнике нет воды, он может сгореть Вода есть! Тогда включай! В чайнике есть электрический нагреватель, спрятанный под его дном Если включить нагреватель, он постепенно доведет воду до кипения От кипящей воды начинает валить пар, который разогревает специальную металлическую пластину Пластина от этого выгибается и нажимает на выключатель Выходит, что чайник отключается тогда, когда чувствует, что вода вскипела Теперь понятно! А зачем три тарелки? Мы с Симкой есть не будем Это не вам, а папе с мамой Сыпь сюда! Нет, сначала сюда! А я говорю сюда! А я говорю сначала ко мне! Ой, Нолик! Ты где? Сейчас я его найду! Эх, Симка! Она была здесь! Нолик! А он здесь! Симка! Здесь! Нолик! Здесь! Ой! Ой, а где твой ботинок? А он в каше заглудился! Это, наверное, твои родители! Бежим! Эй, а как же ботинок? Ничего! У меня запасной есть! Дим Димыч, привет! Мы пришли, сейчас тебя покормим! Это я вас сейчас покормлю! Чайник уже вскипел! Мойте руки! Дим Димыч, не трогай без меня чайник! Обожжешься кипятком! Значит, сегодня у нас на ужин овсянка! А ничего другого нет? Зачем другое? Вы же сами говорили, что каша полезна, от нее силы прибавляются! Ну да, говорили! Теперь приходится за свои слова отвечать! Вкусно? Очень! Ой, что это? А, ботинок нашелся! Что? Ничего, ничего! Кушайте, кушайте, не отвлекайтесь! Когда я ем, я глух и нем! А кто не доест кашу, останется без конфет! ПОПУГАЙ Гриша, кушать хочешь? Ой, Дим Димыч, кто это? Знакомьтесь, это Гриша! Папа его из Африки привез! Ох, ты смотри! Настоящий попугай! А он говорящий? Папа сказал, что говорящий! Но я еще не слышал! Сейчас проверим! Скажи, Гриша хороший? Нет, пусть лучше скажет! Нолик, молодец! Гриша, скажи! Нолик, молодец! Не хочет он про Нолика говорить! Хм, может он человеческого языка не знает? Ух ты! А собачий язык знает? Нет, Нолик! Он никакого языка не знает! А как же он говорит? Попугаи умеют повторять разные услышанные звуки! Например, лай собаки или звонок телефона! Человеческую речь они тоже могут копировать целыми словами и даже предложениями! При этом попугай не понимает смысла слов! Он их просто повторяет! Как плеер! Эй, привет! Эй, привет! Поэтому поговорить с попугаем по-человечески вам не удастся! Даже если его и называют говорящим! Ну пусть хоть что-нибудь повторит! Эй, скажи! Тыдыщ! Привет, фиксики! Ну давай! Привет, фиксики! Тыдыщ! Папа пришел! Прячемся быстрее! Привет! А, ну что, нашли общий язык? Да не хочет он разговаривать! Да? Хм! Гриша, как дела? Гриша хороший! А без тебя молчал! Ну, он ко мне уже привык! Гриша хороший! Нолик молодец! Что еще за нолик? Это... Это мы в крестики-нолики играли! С попугаем? Прячемся! Быстрее! Прячемся! Ну да! И в прятки! Надо же! Привет, фиксики! Привет, фиксики! Кто? Физики? Какие физики? Ну, ученые такие! Помнишь, ты мне сам рассказывал про науку, физику? А я попугаю рассказал! Ну, молодец! Ты его уже многому научил! Продолжай в том же духе! Фух! Подражать человеческому голосу могут не только попугаи, но и вороны, скворцы и другие животные! Многие приборы тоже умеют повторять человеческую речь! Например, ты куда-то звонишь и слышишь... Оставьте свое сообщение! Это ответил записанным голосом автоответчик! Другой пример! Голос в поездах и трамваях, который объявляет остановки! Это тоже запись! Она просто повторяется, когда надо! Некоторые компьютеры и планшеты умеют даже читать вслух незнакомый текст! Но и самые сложные говорящие приборы не понимают того, что сказали! Только люди умеют говорить осмысленно! Ну и фиксики тоже! Дим Димыч, ты герой! Это ж надо так выкрутиться! А Гриша нехороший! Чуть нас не выдал! Ты поосторожней с попугаем! Понял! Гриша, забудь все, что слышал! И про Нолика больше ни слова! И вообще про фиксиков! Да! Кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Понял? О! Кивает! Вроде понял! А теперь уходим, чтобы он быстрее про нас забыл! Кто такие фиксики? Большой-большой секрет! Подожди! 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 Телевизор! Смотри внимательно! Берем желтую краску, теперь синюю, смешиваем и получается зеленое! Видал? Клах! Тоша меня удивил Твой телевизор, между прочим, так же цвета смешивает Да ну! Правда? А тебе, Норик, стыдно этого не знать Ты же в этом телевизоре живешь вместе с папасом и Масей И со мной Экран состоит из малюсеньких светящихся точек Красных, зеленых и синих Когда вместе загораются синие и зеленые точки Мы видим на экране голубое небо Когда зеленые и красные, желтое солнце А если ярко светятся точки всех трех цветов То получается белый цвет Вот это трудно поверить Но все краски на экране получаются всего из трех цветов Красного, зеленого и синего И все краски на экране получаются всего из трех цветов Красного, зеленого и синего Здорово? И в кого ты такой умный, а? Кстати, давно пора тебе новый телевизор купить Согласен? Конечно А этот я на работу заберу Мы как раз передачу про старые вещи снимаем Ура! У меня будет новый телевизор! Синька Нолик, слышите, вы где? Наверное, домой пошли Ой, у них же, у них же дом в телевизоре Мы так хорошо здесь жили! Ничего, переедем в другой телевизор Который в гостиной? Да, он современный, плоский Диван придется оставить Что? В новый телевизор он не влезет Тогда я туда не поеду А куда? В холодильник? Эээ, нет, у меня насморк, лучше в плиту А мы сами же говорили, детям в плиту лучше не соваться Может, в микроволновку? Нет, опасно Тогда в рояль Тогда в рояль Какой рояль? В квартире Дим Димыча нет рояля Жаль, в рояле жить лучше всего Ой, нас уже упаковывают Мы в плену Так Папа! Папа! Я передумал Я не хочу Новый телевизор Новый же лучше Я... я к этому привык Любитель старья Ага Так же, как и ты Люди давно мечтали научиться видеть на расстоянии Помните сказки про волшебные блюдечки и зеркальца? Да Первые телевизоры появились только сто лет назад Экраны у них были такие маленькие Чтоб не приходилось приставлять линзы Чтобы увеличить изображение Постепенно начинка телевизоров менялась Громоздкие лампы уступили местным микросхемам Экраны становились все шире А сами телевизоры перестали походить на огромные ящики Современный плоский телевизор может висеть на стене, как картина И не исключено, что скоро телевизоры можно будет скатывать, как коврики и носить с собой Ладно, оставляем Но с условием Сломается, сразу покупаем новый Хорошо А у нас он не сломается Никогда! Ну вот, цвета испортились Все-таки придется его выбросить Нет-нет-нет-нет-нет-нет Сейчас все будет Смотри Раз Два И Три Как тебе удалось? Я просто смешал три краски Красную, зеленую и синюю А кто такие фиксики? Большой-большой секрет А кто такие фиксики? Большой-большой секрет Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитровenses